здравствуйте меня зовут валерия лаврова я создатель и организатор дней обсуждений базар обычно базар это открытое мероприятие с панельной дискуссией трансляции в социальных сетях живыми гостями но в этот раз мы решили попробовать новый формат это формат видео базар ликбез и только потом после этого видео встретиться с вами оффлайн и обсудить все те вопросы которые остались необсужденными в этот раз тема конечно будет актуальная какая обычно выборы уже 3 марта 2019 года в нашей стране пройдут парламентские выборы и обсуждать я эту тему буду с нашим умным редактором михаилом камашко привет миш привет лера приветствую всех и во первых давай скажем и точно это выделим что настоящая встреча базара обязательно состоится в оффлайне так что можно было поговорить покричать высказаться послушать это же в новом формате все точнее мы расскажем позже в конце видео так что обязательно досмотрите это видео до конца ну что к выборам до выборы скоро все партии люди уже зарегистрировались реклама прошла целый город был увешан вот этими большими лицами и теперь остался вопрос но вот выбор скоро зачем обычному человеку дойти и что от этого вообще зависит оно надо но наверное это очень сложный вопрос и я рад что мы с него начали мне кажется что не у меня не у политологов не у философов не у политиков и не у общественных деятелей нет такого универсального ответа на этот вопрос видимо каждый из нас должен для себя решить зачем я пойду на выборы но есть ряд моментов ряд фактов о которых мы можем поговорить сейчас тобой и которые мы можем предложить нашим зрителям чтобы подумать над ними зачем вообще в целом нужны выборы как их результат будет влиять на каждого из нас и уже тогда решить стоит ли это все чтобы оторваться в воскресный день 3 марта от дивана и проголосовать при том лишь это один из 14 способов есть электронное голосование есть и предварительное голосование так что очень много самых разных вариантов и мы сейчас видим будем говорить об этом так ладно давай тогда к вопросу все-таки зачем мне эти выборы но и столько раз на них ходить зачем не проходит регулярная и вообще ну почему нельзя выбрать и пускай они правят пока все хорошо будет плохо перевыберем несмотря на то что вопрос кажется простым на каждый вопрос в этом видео я буду отвечать эта тема сложная и долго не один час можно потратить на обсуждение но я хотел бы сегодня выделить и предложить вам три основных пункта самых важных на мой взгляд это ротация представительство и модерация так давай по частям ротация это просто смена власти чтобы они бегали и менялись в креслах смотри мы живем в демократическом обществе да но политология и другие общественные науки говорят нам об одном очень опасном тренде или векторе или в вечной силе которая действует в политике имеет место в нашей жизни это стремление к монополизации приведу пример как на открытом рынке в капитализме все крупные компании так или иначе стремятся быть всесильными и единственными вот точно так же в политике власть стремится к монополии к сосредоточению в одних руках у одного человека или у группы интересов здесь не важно самый главный тренд существует и если продолжить параллель с рынком то компании стремятся стать единственными в итоге монополия разрушает конкуренцию это в свою очередь разрушает развитие и качество делает рынок зависимым от единственного субъекта этого рынка и в итоге приводит к катастрофе падению там не знаю большому кризису и ко всем ужасам то есть подожди я правильно понимаю что когда один большой ключевой хоть и качественный игрок на рынке это плохо потому что нет конкуренции ему не незачем особо шевелиться незачем развиваться незачем шевелиться незачем преследовать интересы каких-нибудь групп людей например да то есть там все решается внутри этой компании как папа решил туда все и поехали именно это же самое происходит в политике никогда за историю человечества властная монополия не приводила в итоге к светлому будущему как только исчезала разнообразие как только исчезала настоящая конкуренция развитие сразу же останавливалось так подожди но и выбор должны по идее этому препятствовать но все равно ведь есть страны где в демократическом государстве много лет правят одни и те же и жизнь хороша и грубо говоря папа в семье был умный мы ездили туда куда надо в отпуск понятное дело то что не каждый папа умный богатый замечательный добрый бывает всякое и в этом кроется опасность но вот почему монополизации выбора связаны чтобы не допустить монополизацию нашим обществом за время что мы развиваемся и становимся с каждым поколением все умнее и лучше обществом придуманы некоторые механизмы так называемые институты чей вектор направлен в другую от монополизации сторону они вечно мешают сосредоточению власти в одних руках это может показаться сложным давай по порядку в этих институтах существует разделение властей то есть на исполнительную судебную законодательную подожди да я для своей простоты скажу что есть папа который все решает мама которая все исполняет и бабушка которая смотрит чтобы все было вот по правильному но если приводить на семью да ну не совсем корректно сравнение но суть-то уловила действительно и полноты власти не ни у одной из этих ветвей власти да также есть ограничение по времени занимания сроков да есть законы которые не позволяют долго быть на одном и том же положении например там президент два срока подряд больше чем два срока подряд не может быть есть система сдерживания противовесов какие-нибудь законы что одни могут посадить другие могут разогнать третьи могут там не подчиниться в случае если но видят нарушение закона поэтому невозможно быть действительно таким трехглавым драконом где все власти и все функции у одного человека или у одной группы интересов это у одного н кого к примеру и есть над государственные институты например европейский союз оон европейский суд по правам человека даже врачи или журналисты без границ такие организации да все они следят и мешают монополизации так что власть в широком смысле этого слова является таким не чем-то монолитным а такой процесс в вечном балансировании между монополизацией и полной анархии по полным рассредоточением власти и выбора конечно тут играют понятное дело важную роль и самое опасное что вот есть такой миф что выборы нам нужны чтобы выбрать самого лучшего и самого умного человека или самую честную партию и думающую о людях партию дать им всю полноту власти и они нам сделают хорошо но это не так выбор это состязание выбор это конкуренции причина ротации то есть постоянно вот это перемешивание добавление нового отпадания старого если бы не выбором мы бы скатились в диктатуру отмечу что все вышесказанное оно характерно когда выборы свободные и честные в эстонии именно такие опять-таки за нами наблюдают много разных международных наблюдателей на выборах наблюдает из европейского союза из нато и наши другие коллеги и друзья мы сами наблюдаем партии друг за другом наблюдают в общем в такой системе всеобщего недоверия никто друг другу не доверяет поэтому все пересчитывают и наблюдают очень сложно мухлевать на общегосударственных выборах ну на муниципальных там другая история там чуть полегче но все равно выборы это нужно и выборы весьма эффективны для ротации правда были за историю человечества другие методы например греки древние греки использовали жеребий тоже было эффективно не знаю почему сейчас не используют все хорошо поняли выборы нужны для вот этой ротации и мы поддерживаем чтобы не стать там северной кореи именно так дальше что следующая часть была какая представительства кто кого зачем и почему и с чем это едят смотри мы уже говорили о том что парламент коллегиален и выборы в парламент проходит в эстонии будь сейчас готова по пропорциональной системе с открытыми списками с распределением по де он дату но самое главное что скажу что лет вы люди не пойдут на выборы потому что все так сложно что невозможно разобраться нет я все таки настаиваю на том что мы эту систему рассказали и разобрали потому что на самом деле важно что сейчас про представительство дело в том что наша система она не уникальна например такая же в швеция существует вот это сложное название что сказал и она дает возможность попасть в парламент очень многим очень разным партиям и в свою очередь это является такой своеобразной концентрации тех идей идеологии взглядов которые разделяют жители эстонии то есть в парламенте создается такой своеобразный политический срез вот эти вот убеждений наших с вами и именно так создается баланс и государство и законы и даже бюджет будет приниматься согласно вот этому балансу нашего такого усредненного пути усредненного среза политических взглядов подожди я опять попробую перевести на человеческий правильно ли я понимаю что мы каждая группа интересов может примерно быть как-то представлена то есть здесь голосовали дровосеки здесь балерины здесь садовники здесь защитники животных и все они имеют возможность как-то влиять да то есть это не будет представлены один интерес а будут более-менее вот примерно те жители которые есть стране все их интересы в среднем должны быть представлены в парламенте не должны а будут представлены интересы тех кто проголосовал то есть если дровосек балерина садовник и защитник сходили на выборы то вероятность того что их интересы будут представлены высоки а если кто-то из них не сходил например дровосек не ходил то его интересы с большой долей вероятности там представлены не будут. Ну, собственно, да. Эти 101 человек представляют наши интересы. Интересы разных партий, которые мы выбираем, разных кандидатов, которые мы выбираем. И только если вы проголосовали, то есть понятное дело, что если вы не голосовали, то это очень глупо ждать, что что-то будет по-другому. Но здесь есть такой момент, что у нас укипитепроцентный барьер. То есть не все партии, если, например, дровосеков очень-очень мало, и они проголосовали за партию дровосеков, и это меньше 5% от общего количества голосов, то они в парламент не попадут. Так бы у нас было слишком много партий в парламенте, и было бы очень сложно дальше работать, но это более-менее скажем такая средняя и более-менее справедливая система, которая сейчас у нас принята. Отмечу, здесь самое важное, что вот эти решения, бюджеты будут приниматься не по несоответственно желанию среднего эстоноземельца, скажем так, да, а решения будут приниматься, исходя из политических предпочтений среднего эстоноземельца. В чем разница? То есть, если желание, например, я сегодня хочу одно, сегодня, завтра хочу другое, послезавтра опять первое хочу. И парламент не может так быстро подстраиваться, да, под эти хотелки и принимать законы в зависимости от моего настроения сегодня или завтра. Поэтому, если я выбираю кого-нибудь там, близкого к своим политическим взглядам, то эти люди будут принимать законы и голосовать, исходя из политических взглядов, а не желания, ну и настроения. Тогда я уточню, то есть, это не про конкретные решения, да, а про то, какое движение, направление, да, то есть, например, дровосеки считали, что надо больше, выше налоги, балерины считали, что надо ниже налоги, кто-то считал, там, что надо вступать в какой-то союз, да, это такое про направление движения скорее. Да, в принципе, ты права, я бы не говорил, что это стопроцентное попадание налоги, но мы уже переходим на идеологии, давай все-таки о них чуть попозже, сейчас третий пункт, почему выборы важны, нужны и необходимы нашей жизни. И что-то было третьим. Модерация. Теория модерации. Был такой немецкий социолог и политолог Роберт Михельц, он много ввел разных терминов в политологическую науку, но важна именно модерация или теория умеренности. Это научное объяснение такого тезиса, может быть, ты его слышала, что у власти левые правеют, а правые левеют. Ну, нет, не слышала, но ладно. В общем, не секрет, что иногда появляются весьма радикальные партии и радикальные течения. В Эстонии парочка таких есть, они участвуют в выборах. Подожди, я уточню, радикальные, это те, кто предлагают какое-то такое резкое, кардинальное решение. Да, их программы всегда очень простые. Например, выгнать всех мигрантов или что-нибудь запретить, или, например, построить стену вокруг Эстонии, и нам тут будет так жить хорошо. Нет, не будет. Простых решений не существует. И вот когда такая партия проходит через выборы, демократические, свободные, опять уточняем это, то их позиция дерадикализируется, то есть становится менее радикальной. Во-первых, им нужно говорить не только своими фанатиками, но на более широкие народные массы, чтобы привлечь голоса, поэтому их выражение, их риторика становится мягче. Потом надо все-таки давать больше ответов на вопросы «А что будет дальше после того, как мы всех выгоним и построим стену?» Поэтому им нужно начинать думать об экономике, о внешней политике, о социальных вопросах. И уже с расчетом на большую аудиторию часть радикального опять исчезает, смягчается, да, острые углы становятся тупыми. И когда они попадают в парламент, если они попадают в парламент, там опять, возвращаемся к коллегиальности парламента, приходится договариваться со всеми группами интересов. Политический спектр парламента обычно широк, так что нужно будет приходить к консенсусу. Вообще, Михельс пишет, что только в процессе прихода ко власти радикалы становятся более умеренными. Таким образом, демократические выборы нас оберегают от слишком радикальных изменений. Правда, это работает и в обратную сторону, это тоже нужно сказать. Радикальные изменения, которые мы бы оценили положительно, тоже смягчаются и становятся менее радикальными. Для Эстонии, вот пример приведу, это дать гражданство всем, кто хочет, без экзаменов, без каких-либо условий. Такая идея существует, некоторые такую идею высказывают, но именно выборный процесс делает ее, эту идею, не номером один, не сразу каким-то готовым решением, а просто темой для обсуждения, оговаривания и появления дополнительных условий. Плюс также, конечно, выборы в рамках этой теории модерации заставляют все другие партии пересматривать свои программы, делать их очень публичными. Собственно, избирательная кампания это такая причина узнать, кто же и что думает о разных вопросах. Наконец-таки вы узнаете, если вы голосовали за партию дровосеков, что на самом деле дровосеки думают по поводу налогов, по поводу социальной политики, внешней политики, ну и так далее. Подожди, у меня еще один вопрос. А не мешает ли это вообще какому-то развитию? Пока одни там все стремятся в середину, не принимают кардинальных решений, на всякий случай плохих не принимаем, хороших не принимаем и просто сидим годами и ничего не делаем. То есть остаемся на месте, дабы не принять какого-то слишком резкого решения. Нет, конечно, все равно мы должны говорить о том, что есть некоторый ряд, точнее, условий, ряд мнений, которые не предаются, которые считаются так правильно делать. естественно, здесь не получается системы или ситуации, когда все в центре, такая абсолютная стагнация, вот она появляется, если есть монополия, там обычно пытаются сравнить статус-кво какой-то. А здесь все равно разные векторы, где-то вектор посильнее туда подвинулась, где-то вектор там посильнее туда подвинулась в разных вопросах. Ну все, мы разобрались, ротация, чтобы они как-то менялись и не заставились, чтобы не было монополизации. Представительство, это чтобы все интересы были представлены и модерация, это чтобы не было каких-то крайних радикальных решений, чтобы они были все более-менее уравновешены. Это все причины, зачем я должна сходить на выборы? Чтобы вот у них там всего этого случилось, не случилось? Ну да, чтобы защитить нашу демократию, наши демократические институты, чтобы мы развивались, чтобы не случилось монополии, все это верно. Действительно так, ты хорошо подчеркнула и здесь мне самое, ну кажется, я бы добавил то, что когда ты голосуешь, ты имеешь право требовать что-то от парламента. Ну то есть ты проголосовал, там есть твои кандидаты, ты как-то разбираешься, там есть твои представители. Но если ты не проголосовал, то на мой взгляд очень странно жаловаться, что принятые решения не нравятся и они вам как-то делают хуже и плохо. Отмечу, что в некоторых странах голосование обязательно. Например, не сходил на участок в день выборов без уважительной причины, получил штраф. Так, например, есть в Австралии, в Аргентине, в Бразилии, Люксембурге и Северной Корее. Правда, там не свободные выборы, но это так, чтобы быть более объективным. И по ряд карате я еще скажу, что есть такое понятие, как абсентеизм. Абсентеизм это сознательное неучастие в голосовании. То есть своего рода протест. Мол, некого выбирать, никто моих интересов не представляет, графы против всех нет, поэтому вот я как политический акт не иду на выборы. Но опять-таки, чтобы быть абсентеистом, нужно это делать осознанно, аргументированно, сознательно, ну, наверное, так. Так что я все равно призываю идти на выборы, чтобы у нас было более демократическое общество. Ну, допустим, хорошо, ты меня убедил, я понимаю, что вся я такая ответственная, должна идти на выборы. Как я должна теперь выбирать этого человека? На что они делятся? По какому принципу? Сколько их? Где их смотреть? И вообще, что со всем этим делать? Обещал каждый раз я говорить, что вопрос сложный. Итак, вопрос сложный. Если кратко, во-первых, нужно определиться с вашими, ну, с твоими в данном случае, политическими предпочтениями. Потом выбрать партию, которая отвечает этим предпочтениям. В общем, рецепт прост, но ингредиенты очень сложные. Политических предпочтений, выделенных в идеологии или процессы, направления или движения, очень много. Вот определение, где вы, и где политик, где партия, это называется политический спектр. Обычно он рисуется, как система координат в школе, как на математике вы рисовали, это x, y. Параметров очень много. Обычно это, например, правые, левые, все об этом слышали или какие-нибудь там еще другие. Нет, давай разбираться по частям. Сначала разберемся, кого называют левыми и кого называют правыми. На самом деле, левые и правые это очень объемные термины и очень старые термины. Оригинально они пришли из Франции, из Генеральных Штатов, такой прообраз парламента там был. Но сейчас все эти различия, которые оригинально были, они размытые туманы и в принципе левые и правые сейчас употребляют часто неправильно, неверно и как угодно. Если очень просто, то сейчас вот на этой шкале координат спектра левые и правые это вопрос об экономических свободах. Чем правее, тем свобод больше, тем больше поддержка предпринимательства, тем меньше ограничений контроля, тем легче быть бизнесменом, тем ниже налоги, меньше самых разных препятствий, ну и так далее. Чем левее, тем больше защищен работник, а не работодатель, тем выше социальные пособия и выплаты, тем более, вероятно, прогрессивная шкала налогообложения, то есть, чем больше твой заработок, тем выше процент налога ты платишь. Чем левее, тем больше, собственно, государство в экономике, больше контроля его. А это лево-право. Подожди, я уточню тогда здесь. То есть, если я сама по себе считаю, что в бизнесе и вообще в жизни выживает сильнейший, то есть, если я заработала, смогла, успела, это все мое. Кто не справился, сам виноват. Тогда я, как бы, считаюсь правее. Ты экономически правая. Да, экономически правая. И если я убеждена, что, нет, государство должно защищать все слои населения, ну и что, да, больше заработал, отдай больше, чтобы всем хватило, чтобы хватило на здравоохранение, на социальные пособия, то я буду экономически левее. Верно. Все, видишь, очень просто. Также, когда я говорю, что существует большое количество самых разнообразных вот этих параметров для шкалы, я думаю, это у нас будет где-то в инфографике показано, там действительно вы увидите очень много самых разных. Мы используем одну из самых распространенных. Так вот, если горизонтальная, это лево-право, экономические свободы, то вертикальная это шкала личных свобод. Внизу авторитаризм, то есть полное отсутствие этих свобод, полный контроль государства, чем жить, что думать, что и как выбирать. Вверху полная личная свобода. Это по-разному называют социально-прогрессивное течение, либертарианство, либеральные ценности. В общем, названий много, но суть одна. Чем выше, тем больше ценится индивидуализм, отказ от традиций, каких-то рамок. Также права меньшинств уважаются как национальных, языковых, так и сексуальных, например, выше ответственность человека самого себя. И чем ниже и ближе к авторитаризму или социально-консервативным взглядам, то все перечисленное с обратным знаком, то есть больше традиций, больше коллективизма, меньше обращения внимания на такие вещи, как меньшинство, к примеру. Подожди, тогда еще раз уточняю. Если вверх, то, что мы называем либеральными ценностями, это я решаю сам, живу как хочу, но при этом и несу ответственность за то, что я делаю и выбираю сам и должен в этом разобраться. При этом внизу я живу, есть общие правила, которым я подчиняюсь, но при этом мне не надо думать, да, есть традиции, правила, устои, внутри которых мне не так необходимо выбирать, да, что делать каждый раз, потому что есть строго заведенный порядок. В принципе, все верно ты сказала, да, действительно, все именно так. Притом, это не единственные, как я уже говорил, параметры и рисуют эти шкалы политических спектров по-разному. Опять предложу всем посмотреть в описании к этому видео, мы разместим разные ссылки, так что можно будет самим почитать, потому что их очень много. И вот эти параметры и другие тоже важны, их обычно не учитывают, но, например, для Эстонии очень важно евроскептицизм и европтимизм, да, партии и люди смотрят по-разному, как важно или не важно наше участие в Европейском Союзе и в других таких международных организациях. То есть, одни считают, что нам туда надо и нам там хорошо, потому что всем вместе для нас много выгоды, кто-то считает, что надо наоборот отъединиться и идти своим собственным путем и не за руку с другими. Да, например, вот на этих выборах участвуют две партии, которые считают, что Эстония должна выйти отовсюду, где нет такой прямой и ясной выгоды для Эстонии. Хотя, одна из этих партий считает, что в НАТО нужно оставаться и там наращивать свое влияние. Какие еще есть? Есть шкала, например, религиозно-секулярная, то есть, это участие в жизни церкви и религиозных традиций. Тут тоже разные отношения, но в зависимости от баланса и принимаются решения, например, вводить выходной в церковный праздник или не вводить, обучать религии в школах или не обучать. Не знаю, там особое отношение к религиозным организациям, допустим, они не платят налоги, либо такое же, как всем. То есть, все НКО платят налоги и вы платите налоги. Также есть, например, шкала село-город. Да, это урбанистический вопрос, как в стране развиваться. То есть, мы делаем большие города или у нас такое равно размазанное население по всей стране. Есть параметр изоляция и открытость. Тоже важный вопрос для той же Эстонии. Мы будем жить с открытыми границами или построим условную стену или не условную стену, построим и будет жить там внутри. Есть очень важный параметр национализм и мультикультурность. Либо мы признаем, что много разных культур и все они возможные, все они легальные, они могут развиваться, как хотят. Либо национализм. То есть, есть какая-то одна титульная нация и все должны в лучшем сценарии становиться такими же, как эта нация. Почему важно для Эстонии, я не буду объяснять. В общем, очень много таких параметров существует. В общем, погуглите. И вот каждая партия, каждый политик и, собственно, каждый человек по своим взглядам занимает какую-то свою точку в этом спектре на шкале всех этих параметров. Подожди, теперь я пытаюсь понять. Вот передо мной такая огромная табличка лево, право, вверх, низ, еще много каких-то диагоналей, и я все это должна изучить, нарисовать этот сложнейший график, разобраться, чего я хочу, потом, что хотят все эти 10 партий плюс 18 кандидатов независимых, и только потом идти на выборы. Ну, вообще, конечно, я даже не думаю, что самые занудные зануды или какие-нибудь там политологи вот в таких вот толстых линзах, вот именно так делают, рисуют графики, все читают. Что нужно помнить обязательно? Первое, это положение в этом спектре, это визуализация идеологии, философии партии. Да, сейчас, конечно, все определения более размыты, и, как писал Гегель, идеальные модели на то и идеальные, что даны нам лишь для того, чтобы быть такими точками отчета, чтобы мы не заблудились, ориентировались. Конечно, идеальных леволиберальных или правоконсервативных партии, ну, практически не существует. Иногда политик и партия даже может занимать одновременно по разным вопросам экономическим и правые, и левые взгляды. Но, что важно, по ряду вопросов положение ваше на спектре, положение партии связано. Так, после выборов у нас, допустим, появляется левый парламент и левое правительство, и вы голосовали за них, чтобы социальные пособия и социальная защищенность были выше, то, что мы с тобой обсуждали. И ожидать, что при этом будут снижать налоги, особенно, если вы много получаете, что будут отдавать экономику в частные руки, вот этого ждать не надо, потому что левые. Если вы голосуете, выбираете консервативное, например, правительство и парламент, потому что они обещали выгнать всех мигрантов и запретить разгулы либеральных ценностей, например, однополые браки и право человека выбирать себе гендер, к примеру, вам это не нравится и вы выбрали консерваторов, то не надо удивляться, что к интересам и правам национальных меньшинств в Эстонии той же будут относиться пренебрежительно. Их будут пытаться ассимилировать, привести всех под одну гребенку. То есть, вот это нужно всегда помнить. Стоп, я уточню. То есть, если я выбрала, то это не какая-то конкретная вещь. То есть, если они мне обещали в каком-то пункте вести себя консервативно, то это затронет и все другие пункты, даже если мы об этом не говорили. То есть, я должна учитывать, что это будет проявляться во всем. Если были свободы, то они во всем другом тоже проявятся и я должна подумать, как это меня коснется. А если правила и консервативны, то тоже во всех сферах. Да, бывает, что по отдельным вопросам есть шатания по разные стороны вот этой координатной сетки, но в целом философия у партии, она где-то какой-то из частей этого спектра. Поэтому понятное дело, то есть если папа строгий, то папа строгий, а если мама все разрешает, то мама все разрешает. Ну это такой, скажем так, если бы я говорила о человеке, это характер, да. Если я обычно такой плавный, медленный, спокойный человек, я такой во всем и на работе, и в семье. А если я везде строгий диктатор, то я такой везде, опять же, и на работе, и в семье. И странно было бы ожидать, делая выбор, что нет, это вот он у меня в этом вопросе строгий, а так он вообще душка. Ну в идеале, конечно, да. Да, то есть это должно бы работать так. Но опять вернусь, что парламент и правительство это коллегиальные органы, да, управления. То есть там много разных групп интересов. Они могут быть в одной партии, но разные интересы могут существовать. И чтобы мы двигались вперед, принимались законы, принимались решения, нужно приходить к консенсусу, договариваться о чем-то, чтобы, например, и правые, и левые так и согласились с тем, что было принято. То есть много переговоров, много споров и в конце концов более усредненный результат. Коалиции коалициями это, конечно, ну важно, но опять напомню, коллегиальность и здесь будет такой баланс равновесия, да, разных интересов. И самое важное, какая будет реакция вот этих разных политических взглядов на вызовы для страны. Например, государству нужно больше денег в бюджет. И если у нас правительство правое, то скорее их решение будет состоять в том, чтобы снизить налоги и способствовать развитию бизнеса и через некоторое время только получить дополнительные деньги. Также они могут решить, урезать социальные выплаты и гарантии, да, чтобы было меньше расходов. Или, например, для развития бизнеса убрать какие-то ограничения, чтобы нагрузка на предпринимателя была меньше. Например, они там отказываются от повышения минимальной платы труда или все налоги на рабочую силу они перекладывают на работника, а не на работодателя. Если левые, то есть левое ориентированное правительство будет и парламент, то скорее они будут решать поднимать налоги, особенно для богатых, больше требовать с бизнеса, ввозить какие-то ограничения, повышать акцизы, ну и так далее. Так что вот этот перевес в спектре, это скорее как наклон Пизанской башни, да, то есть куда есть перевес, например, в правую или в левую, в консервативную, либеральную в нашем правительстве, то туда она будет двигаться и основные решения будут приниматься именно в этом ключе. Ну а в случае какого-то большого кризиса, то все упадет и в эту сторону. И есть ли какие-то механизмы или какие-то инструменты, которые помогут мне разобраться, я в какую сторону склоняюсь, да, и что мне выбирать? То есть есть ли какие-то вопросы, которые я могу задать сама себе, ну вот кроме того, что мы сейчас с тобой обсудили, чтобы понять, где мои предпочтения? Да, конечно, существует большое количество самых разнообразных инструментов, можно все подробно прочитать, подумать о себе, о своих предпочтениях, определиться самим или есть такой инструмент, как компас избирателя. Это такой инструмент, где я заполню сама, отвечу на вопросы и увижу, где я нахожусь, и партии также ответили на эти же вопросы, и можно посмотреть, в чем мы совпадаем. Именно. Хорошо, а правительство теперь как будет сформировано? Правительство формируется таким образом, что традиционно президент предлагает сформировать это правительство, той партии, которая набрала наибольшее количество мандатов. Но так как партий много, никогда еще не было такого, чтобы партия набрала 51 кресло, 51 мандат, к примеру, поэтому нужно договариваться, чтобы было правительство большинства и формируется коалиция или коалиционное правительство. Здесь есть свои минусы, такое правительство менее устойчиво, например, с прошлых выборов, 4 года прошло у нас, было у нас 2 правительства, 2 разных премьер-министра, 2 разных коалиции, но в то же время такая коалиция требует большего консенсуса и меньше радикальных решений. Она принимает, что опять же хорошо. Так что в итоге, если подвести такой итог, результат выборов прямо влияет на правительство, какие партии его смогут сформировать, тоже это определяется выборами. То есть я еще должна думать о том, кто с кем пойдет в коалицию и как это будет выглядеть? Это очень сложно предугадать, но если хочется учитывать при выборе, да, конечно, пожалуйста. Единственное, что мне кажется, спекулировать на эту тему безумно сложно. Ну, мне кажется, Миш, мы не очень сильно помогли людям сделать свой выбор, и он такой сложный, надо искать самого себя сначала, потом искать тех, кто тебе подходит. Хорошо, если я решил делать свой выбор уже, куда, когда идти, и как это выглядит, какие есть этапы у выборов? Да, во-первых, соглашусь с тем, что мы не помогли людям определиться с выбором, потому что задача все-таки надо было рассказать о том, как все это устроено, и на что нужно обратить внимание, прежде чем ставить номер в избирательном бюллетене, потому что это не просто так, не за красивые глаза нужно голосовать, или просто там приятный цвет у партии, или их животное, маскот вам очень нравится. Нет, не за это, все-таки нужно делать осознанный выбор, и к этому призываем. А давай по датам, да, 21 февраля начинается электронное голосование и голосование в уездных центрах. 24 февраля начинается предварительное голосование на всех избирательных участках. Вот это все, и предварительное голосование, и электронное голосование заканчивается 27 февраля, и уже 3 марта главный день голосования. 4-го узнаем результаты. Должен уточнить и напомнить, что если вы проголосовали электронно и поняли, неправильно сделал выбор, можно прийти на участок и переголосовать уже вживую. То есть тогда будет в последний момент учтен мой бумажный вот такой голос, отданный в бюллетень. Да, отданный в бюллетень голос, самое важное. Ну и все-таки мне здесь все равно не хватает каких-то вот такого обсуждения. Жаркой дискуссии, жаркой и жарчейшей дискуссии. Да, такой возможности, наверное, обсудить с реальными людьми эту всю историю. И мы приглашаем вас на новый оффлайн формат базара. Там не будет длинных дискуссий, спикеров. Это будет живое такое общение оффлайн между собой. Можно высказать любые свои мнения, пообщаться, кому хочется поорать. Там не будет трансляции в социальные сети. И это возможность честно, открыто, конфиденциально пообщаться опять на ту же самую тему, на тему парламентских выборов. Добро пожаловать! Субтитры сделал DimaTorzok